То, что за подстанцию придется бороться со стихией, сотрудники Кубаниэнерго предполагали. Накануне в 10 утра вода начала подступать к объекту с федеральной дороги. Буквально в считанные минуты помещение с электрооборудованием затопило. Ситуация стала угрожать жизни сотрудников и работоспособности самой подстанции. В итоге было принято решение обесточить объект. Всего оперативно было поднято по тревоге более 100 человек. Кроме того, были стянуты дополнительные силы с Кубаниэнерго. Это с других территорий, которые находятся в зоне обслуживания Кубаниэнерго. С 10 филиалов электрических сетей по 6-7 бригад. И направлены также в сочинские электрические сети для ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий наводнения. На данный момент в сочинском энергорайоне задействовано 40 бригад. Это порядка 220 человек. Но, учитывая сложность ситуации, Кубаниэнерго намерена привлечь еще 80 человек из других филиалов. Справляться с последствиями стихии помогли сотрудники МЧС. В течение нескольких часов они выкачивали из помещений воду. А дальше к своим обязанностям приступили энергетики. Протирка и сушка электрооборудования, которое оказалось в воде. Испытания, проверка исправности электросетей. Все оперативно и с соблюдением правил безопасности. 61 АТП была запитана в тот же день. Среди них стратегические объекты – аэропорт и вокзал. В пятницу к 10 утра аварийными бригадами Кубаниэнерго были введены в работу около 380 трансформаторных подстанций. Энергетиками запитано более 40 социальных объектов. Среди них и объекты водоканала. У нас уже произведены испытания СРУ 10 кВт. Четырех секций шин испытания прошли. Сейчас мы производим также непосредственно сушку и ремонт в помещениях ЧПТ, ЧСН. И будем в первую очередь, конечно, осуществлять электроснабжение подстанций, потому что она у нас обесточена полностью. И восстанавливать полностью электроснабжение всех потребителей. Для обеспечения энергоснабжения социально значимых объектов энергетики используют резервные источники питания – дизельные электростанции. Но проблемные участки еще остаются. Частично обесточены Верхняя, Веселая, улицы Мира, Ленина, Демократическая. К вечеру пятницы все энергобъекты Кубани Нерго будут готовы к эксплуатации. Но подключаться будут только те районы, которые готовы к электроснабжению с точки зрения безопасности.